Здравствуйте! Сегодня цветная маркировка на лазерном гравюре Гравмак Скалор. Имеется визитница из нержавеющей стали, в которой можно сделать цветную маркировку. Цвета побежалости. В зависимости от нагрева нержавеющая сталь меняет цвет. Поэтому сделан массив мощности. Сейчас я запущу маркировку и параллельно порассказываю. Массив мощности с разной мощностью, с разной частотой, с разным расстоянием штриховки. И в зависимости от всех этих комбинаций получаются различные цвета. Здесь я уже попробовал, поэтому на рисунок уже цвета добавил. Особенность цветной маркировки от гравировки в том, что лазером нужно прогревать поверхность. То есть не должна быть большая мощность, чтобы не выжигала, а только нагревала. Поэтому очень важно сделать предварительно массив мощности. Линзу лучше использовать с большим фокусным расстоянием 150-200 мм, 220. При этом пучок будет больше, энергия импульса вместе с маркировкой меньше. И тогда лучше прогревается поверхность. Сейчас для маркировки используется линза с фокусным расстоянием 210 мм. Также важно соблюдать расстояние фокусное при установке, при маркировке массива мощности и последующей маркировке готового изделия. Изменение фокусного расстояния даже на 0,5-1 мм изменяет цвет. Потому что получается уже неравномерный прогрев, не соответствующий образцу. Лучше всего использовать лазер с автофокусом. Здесь можно более точно установить расстояние с точностью до 0,1 мм. Эта модель станка оснащена автофокусом. Этот модуль лазерный измеритель длины, линейка, позволяет измерять расстояние с точностью до 0,1 мм. Это плюс-минус 70 мкм. Стойка оснащена шаговым двигателем мотором. При выкладывании новой заготовки нажимаете кнопку «Автоматический поиск» и она измеряет высоту заготовки и устанавливает фокус на установленную линзу. Также можно изменить здесь фокусное расстояние, запрограммировать его для другой линзы. Либо можно установить вручную. Здесь есть две кнопки. Вверх-вниз и по линейке выставить. Для цветной маркировки очень незаменимая вещь. На лазерном маркере «Гравмакс Колор» можно достичь ярких, насыщенных цветов. Изделие с такой маркировкой в разы дороже, чем с обычной черной маркировкой, выполненной на обычных лазерах. Конечно, для этого нужен излучатель, сделанный по технологии MOPA. Он может быть с регулировкой длины импульса, может без регулировки длины импульса. Но нужна высокая частота. Драйверовка закончилась.